здравствуйте дорогие друзья сегодня я приготовила для вас очень подробный мастер-класс по лепке из трех видов масс по пьемаше и росписи готовых изделий как вы уже поняли лепить я буду долгожданные домики грибочки которые можно использовать в качестве подсвечников для светодиодных свечей или в роли шкатулочек для хранения небольших предметов и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Начнем с первой массы. Перед работой массу нужно как следует размять и при необходимости добавить немного крахмала или клея ПВА. То есть, если ваша масса жидковата, добавьте крахмала, а если слишком тугая и не пластичная, добавьте ПВА и как следует вымесите до однородного состояния. Это относится ко всем массам ПВА по моим рецептам. Берем необходимое для работы количество массы. Остальную массу убираем в целлофановый пакет, чтобы она не подсыхала. И начинаем оклеивать массой баночку-основу. Смазывать поверхность баночки ничем не нужно. Масса и так отлично прилипает к стеклу. Все стыки и неровности выглаживаем смоченными в воде пальцами или мокрой кисточкой. Следите, чтобы масса не закрыла резьбу, иначе в дальнейшем вы не закройте крышку на банке. Прорезаем отверстие для окошка и придаем ему форму. Я часто использую не специальные стеки для лепки, а инструменты из маникюрного набора. Так что не спешите бежать в художественный магазин, возможно у вас дома уже есть все необходимое. Просто пробуйте и экспериментируйте. Продолжение следует... Теперь оклеиваем массой шляпку гриба. Также выравниваем до гладкости мокрыми руками или кистью. Так как оклеить всю шляпку снаружи и края изнутри за один раз почти нереально, чтобы где-то ее не примять и не повредить, советую этот процесс разделить на два этапа. Первый заход оклеить, как у меня, почти до самых краев снаружи, а во второй доделать все остальное. Естественно, второй этап вы увидите чуть позже в этом видео. Переходим ко второму домику. Для него я взяла массу папье-маше под номером 2 из прошлого видео. Это папье-маше без использования муки. Процесс лепки тот же самый, что и с первым домиком, поэтому просто скажу немного о самой массе и нюансах работы с ней. Масса менее приятная в работе, сильно махрится, плохо выглаживается и после сушки имеет не гладкую поверхность, а слегка бугристую. В целом, с этой массой можно работать. Можно лепить из нее фигурки, статуэточки и любой другой декор. Но это будет менее детализированное изделие, так как мелкие или сложные фигуры вы сделать из этой массы не сможете. Сначала я выглаживала массу водой, но это оказалось не совсем правильно, поэтому советую тем, кто будет лепить из этой массы, сразу переходить на разведенной водой ПВА. Так и процесс выглаживания поверхности пойдет веселее, и детали между собой будут скрепляться идеально. Но я пришла к этому выводу не сразу, поэтому пока вы видите на экране баночку с обычной водой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ей нужно обмазывать заготовку ножом или стеком Работать с массой не сложно, и даже если вы ни разу не лепили, у вас точно все получится. Не торопитесь и постарайтесь хорошо выровнять поверхность, тогда вы получите почти идеально гладкое изделие после сушки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все три домика высохли и вы уже можете сравнить готовые изделия. Третий домик получился достаточно гладкий, но так как я наносила тонкий слой папье-маше, виден узор, который был на баночке и на крышке. Первый домик тоже получился гладкий и ровный. А вот второй домик бугристый, и вид у него не очень аккуратный. Конечно, после росписи все они будут красивые, яркие, интересные, но в работе, повторюсь, масса под номером 2 мне не понравилась. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Возвращаемся к липке. Теперь всем домиком можно доделать шляпки. У первого домика все стыки и места соединения промазываем мокрой кистью или выглаживаем смоченными в воде руками. У второго домика разведен нам ПВА, А третий домик ничем смазывать не нужно. Масса отлично соединяется с любой поверхностью без дополнительных ингредиентов. После того, как шляпка высохнет, можно лепить на ней пятнышки. Не забывайте смазывать водой места соединения деталей. Декорируйте домики на свой вкус. Кто-то захочет повесить кашпу с цветами, кто-то поставит скамеечку, у кого-то вырастут фруктовые деревья. Возможно, будут порхать бабочки, а может быть вы захотите сделать кормушку для птичек. Такие домики дают безграничный простор вашей фантазии. Могу сказать с полной уверенностью только одно. Чем больше деталей, тем интереснее конечный результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА